Здравствуйте! Недавно с рабочим визитом посетил несколько районов родной Архангельской области, что в принципе делаю ежемесячно. Кстати, подробно о результатах работы в Онежском, Плесецком, Коножском и Няндамском районах читайте на моих страничках в соцсетях или личном сайте sapivkov.ru. И вот очередные встречи с местными жителями натолкнули на одно, может быть философское рассуждение, вернее даже вопрос, а в чем же главная задача работы депутата? Давайте попробуем понять это вместе. Для начала разберем суть определения. Депутат от латинского deputatus, то есть посланный. Забавно, но скорее всего смысл закладывался не такой ироничный. Скорее всего имелось в виду делегированный или выбранный группой лиц или жителей представитель. Депутаты бывают разные. Например, разного уровня. Муниципальные, региональные и федеральные. Муниципальные это чаще всего те, кто находится ближе всего к жителям, то есть они работают в органах местного самоуправления. Полномочий у них немного, главные среди которых утверждение бюджета муниципального образования и отчета об его исполнении. Также принятие и изменение устава своего рода местной конституции, а также установление изменения и отмена местных налогов и сборов, но строго в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и другие. У региональных депутатов полномочий побольше. Это прежде всего законотворчество, то есть внесение и утверждение региональных законов, которые, конечно, не должны противоречить федеральным. А еще это и областной бюджет и отчеты его исполнения, областное имущество и, например, изменение границ муниципальных образований. А еще с недавних пор депутатам субъектов Российской Федерации дали возможность определять систему выбора глав муниципальных образований. В Архангельской области, кстати, этим правом воспользовались, можно сказать, сполна и кардинально изменили систему выборов глав, предоставив это право местным депутатам с обязательным участием конкурсной комиссии. Правда, чуть позже мешался Верховный суд Российской Федерации и теперь сельские поселения могут вернуть себе прямые или, как их еще называют, всенародные выборы глав. Ну и, самые важные депутаты, это, конечно же, депутаты Государственной Думы. Они как раз и являются нашими самыми главными законодателями. Кстати, некоторые прозвали нынешний состав Госдумы взбесившимся принтером, видимо, из-за большого количества издаваемых законов. С одной стороны, это вроде бы хорошо, депутаты Госдумы работают и улучшают нашу с вами жизнь. С другой стороны, складывается ощущение, что далеко не все понимают, что даже маленькое, несущественное изменение закона может очень сильно отразиться на жизни простых людей. Как пример, так называемый антисемейный закон, о причинах и возможных последствиях которого мы недавно говорили. То ли невдомек большинству в Госдуме, что подобные изменения Уголовного кодекса могут иметь очень серьезные последствия. То ли это желание выслужится перед президентом, но не об этом он просил в своем послании. Может еще что-то, но нам теперь с этим жить. У депутатов Госдумы у них неприкосновенность, и им, похоже, понять нас зачастую трудно. А ведь мы очень серьезно ощущаем последствия каждого, пусть на первый взгляд, незначительного изменения законодательства. Но не об этом сейчас речь. Что же должен делать депутат, как работать, какие решать задачи? Некоторые мои коллеги-депутаты считают свои главные задачи именно законотворчества. Не спорю, от качества наших законов зависит многое. Только стоит ли их так часто менять? Для чего? Для поиска оптимальных и всех устраивающих? Но тут может случиться ситуация, когда лучшее становится врагом хорошего. Да и выпускаемые в последнее время законы все больше какие-то ограничивающие, а не помогающие. Хотя может я и ошибаюсь. И вот рассуждая на тему главной задачи депутата, пришел к мысли, крутившейся в голове давно. Главная задача депутата – помогать. Именно помогать. Помогать можно и хорошими законами, информированием населения и оперативной реакцией на какую-то общую или локальную конкретную проблему конкретного человека. Нельзя оставаться в стороне. А теперь спросите себя, много ли вы знаете таких депутатов? Тех, к кому можно легко обратиться и тех, кто реально постарается вам помочь? Наверное, нет. Зато желающих стать депутатами много, особенно в крупных городах, в законодательных собраниях и Государственной Думе. А кто эти люди? К сожалению, многих мы особо и не знаем. Они появляются перед выборами и сразу после них исчезают. Красиво обещают, но мало что делают. Появился даже такой термин – предвыборное обещание. И многие кандидаты всерьез считают, что исполнять их не обязательно. Вот выбираем мы тех, кто больше всего наговорит и наобещает, а потом мучаемся. Или просто на выборы не приходим и также потом мучаемся. Выборы, к сожалению, все чаще превращаются в борьбу тугих кошельков и ярмарку наглых обещаний, верфь которых одерживают далеко не самые открытые, доступные и готовые к созидательной работе кандидаты. Именно к работе. Что, например, говорит предприниматель, который вложил кучу своих средств в выборы и победил на них? Он уверен, что место или мандат депутата он попросту купил. И в чем-то с ним даже трудно спорить. А теперь подумайте, будет ли он работать для населения, по сути, купив свой мандат. Вопрос неоднозначный. Или человек, наобещавший, как говорится, стрекороба. Чего от него ждать? А вот от тех, кому мы доверились, поверьте, зависит очень много. Будут ли они помогать, выполняя главную задачу депутата? Будут ли доступны и готовы всегда прийти на помощь? Будь то проблема целого населенного пункта или одного конкретного человека. Поверьте, такие люди есть. Будьте внимательны и запомните, мы и только мы сами можем влиять на ситуацию. Все зависит именно от нас.